Когда идёт прославление, оно действительно может воодушевить очень сильно человека, прикоснуться к его душе, к его духу, к его сердцу. И в Писаниях мы не раз встречаем такие примеры, когда какой-то музыкант приходил, он пел, и Божий Дух сходил. И я много стал замечать, что во время прославления, когда начинал задумываться о словах, о смысле песен, не просто музыка, в которую можно войти, это хорошо, стал задумываться о словах, которые поются, о их смысле, о их значении. И я заметил, что очень часто через слова, через вот эти песни, которые вот здесь поются во время прославления, Господь нам показывает какое-то направление. Иногда это что-то, что очень сильно связано с проповедью, или даже с недельной главой, а иногда несёт целое отдельное послание. И, например, когда вот пели песню «Дор Дор Шав Мивакшей Панав», то есть поколение, которое ищет Господа, ищет Его лица, и вот потом такие слова, чтобы войти в Его присутствие, потому что занавесь, она разрушилась, и у нас есть вход к Нему. И вот эти вот слова, они немного даже связаны, может быть, с моей проповедью. Почему разрушилась эта занавесь? Каким образом это произошло? И почему у нас сегодня есть прямой доступ к Господу, к самому Богу входить в Его святое святых? И, знаете, нередко мы в наших проповедях, мы говорим о теку нулям, то есть исправлении мира. И почему нужно было это исправление? Для чего оно нужно? Что нужно было исправлять? И я думаю, что каждый из вас об этом уже знает. Но, как мы помним, что когда-то, когда был сотворен первый Адам, он ослушался Господа, он согрешил перед Господом. И вот Писание, оно однозначно говорит, в Римлянах в пятой главе написано, 12 стих, «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеках, потому что в нем все согрешили». То есть вот этот вот грех вошел, и человек, он был отдален от Господа. И вот этот вот теку нулям, исправление мира, оно происходит. Господь изначально это все вложил, весь вот этот вот процесс, и Он определил способ, через который, или благодаря которому человек должен будет быть спасенным, чтобы все восстановить, чтобы вернуть наш статус, как когда-то он был у первого Адама, когда он жил в Эдемском саду, чтобы мы могли пребывать в Божьем присутствии, потому что грех не может пребывать среди святого. И вот сегодня моя будет тема о том, что это за способ и как Господь его проявлял в течение всех времен от создания мира. И мы прекрасно знаем, что способ этот — это Машиах, это его возлюбленный сын, который пришел, который здесь пострадал, пролил свою кровь и воскрес из мертвых. И благодаря ему у нас есть вечная жизнь, благодаря ему у нас есть исправление. И Павел когда-то, когда он стоял среди евреев, когда он проповедовал, об этом написано в «Деяниях апостолов», он сказал такие слова про Ишуа. «Он есть камень, пренебреженный вами, зыждущими, но сделавшийся главою угла. И нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под солнцем, под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». То есть мы понимаем, что способ, который избрал Бог, он был изначально. Об этом также в «Эфесянах» Павел пишет, он говорит, что изначально в нем мы избраны. В нем, в Ишуа Господь избрал нас, чтобы искупить нас и приблизить к себе. То есть вот этот вот способ, он был заложен. И я хочу немножко поговорить о том, как Бог проявлял это. Вот написано, что Господь ничего не делает, не открыв возлюбленным своим, не открыв пророкам. Вот представляете такую картину, что тебе сказали, что кто-то должен прийти. Скоро кто-то должен прийти. Ты должен понять, кто этот человек, как ты его узнаешь. И вот Господь такие намеки разные все время давал в Писаниях. Он говорил о Мессии, где Он должен родиться, разные-разные пророчества, что Он должен был сделать. Но также были определенные события, которые подсказывали нам, что вот это вот событие, оно будет связано с тем, что когда-то произойдет. И вот сегодня я хочу поговорить о трех таких вот событиях важных, я считаю. Я думаю, что было на самом деле много, но вот я хочу выделить три. Эти события вы все прекрасно знаете. Но начну с первого из них. Это событие, которое произошло с Авраамом. Мы знаем, что Бог с Авраамом заключил завет. И Он ему многое всего пообещал. Он сказал, что у тебя будет сын, в то время, когда он уже был старый, и Сара не могла родить. Он сказал, что из этого сына, именно из него у тебя будет большое потомство, и ты также будешь владеть землей и многое разное другое. Но вот это вот обетование, оно было важно, что у тебя будет сын, и через этого сына у тебя произойдет великое потомство, большой-большой народ. И вот в какой-то момент Он говорит Аврааму, возьми и принеси его в жертву. Возьми и принеси Ицхака и сожги передо Мною. И вот здесь вот получается такая вот несостыковка. Как это так? То есть, с одной стороны, есть обетование, которое Господь сказал через этого сына. И я хочу здесь заметить, Он ему говорит, возьми единственного своего, возлюбленного своего. И он был первенцем. То есть Ицхак, он был первенцем от Сары, его возлюбленный сын. И вот это вот важно, что он первенец, что он возлюбленный, и его нужно было принести в жертву Господу. То есть, как так? Если я его убью, как же? Как же из него будет потомство? То есть, вот это вот самое сильное такое вот искушение и испытание, которое было для Авраама. Но здесь есть вот этот вот намек на будущее. На будущее, что когда-то Бог возьмет также своего возлюбленного сына. И как это еще проявляется? Что мы, как я уже сказал, Бог, Он заключил завет с Авраамом. И вот этот вот завет, он назывался заветом дружбы, завет любви. То есть, были разные виды заветов, и один из них он назывался завет дружбы, завет любви. И вот во время этого завета каждая сторона должна была принести от себя что-то самое дорогое, что у них есть. И вот Бог потребовал у Авраама Ицхака. Я думаю, конечно, сам бы Авраам не согласился просто так отдать Ицхака. Но Бог требует от Авраама самое дорогое, что у него есть. И, конечно, это Ицхак, потому что ничего дороже не было. Это все его обетование, это вся его будущность. Он говорит, принеси мне его в жертву. Самое дорогое, что у тебя есть, твой возлюбленный, единственный, первенец. Но что же принес Бог? Авраам исполнил это. То есть, несмотря на все непонимания, как такое можно, на все противоречия, он верит Господу, что его слово осуществится, что его обетование произойдет в какой-то момент. И действительно, из Ицхака каким-то чудесным образом произойдет вот этот вот великий народ, несмотря на то, что я его сейчас понесу в жертву. Авраам поверил. Мы говорим, что потом это вменилось ему в праведность. Но где же часть Божья? То есть, что Бог отдает Аврааму? И вот эта вот часть Божья, это как раз то, что он совершил потом, спустя много-много лет. Это когда Бог взял своего возлюбленного сына, своего первенца, и отдал ради всего мира. Это была Божья часть. И вот это вот свидетельство, самое первое, с Авраамом, которое он заключает. То есть, в Аврааме же из Авраама происходит весь Божий народ. Из Авраама происходит семя, Маших, который должен потом прийти, Божий народ. Все это оттуда. Вот это вот самое начало. И вот уже в самом начале мы видим, что от Авраама требуется вера и действие. То есть, вера и дело. И вот это вот важно нам запомнить, что постоянно Господь требует веру и действие. Вера и действие. То есть, они не идут сами по себе. То есть, недостаточно только веры или недостаточно только действий. Должно быть одно и второе. Это вот такое первое событие, которое Господь являет на земле, чтобы дать нам какие-то намеки, что впоследствии мы сможем различить то, о чем Он говорил, о чем Он предупреждал изначально. Второй момент, который происходит, сначала Авраам, а потом уже Божий народ. Это как раз все то, что происходит в Египте. Как раз все наши недельные главы, которые мы сейчас читаем вот на прошлой неделе, сейчас, на следующей, весь вот этот вот выход из Египта. И он очень важен, потому что здесь мы опять-таки видим выход из физического рабства. Написано, что всякий, кто согрешает, есть раб греха. Каждый из нас, человек, он живет, может быть, не в физическом рабстве, но живет в духовном рабстве, так его можно назвать. Потому что если мы грешим, мы рабы греха. И вот Господь показывает нам такую параллель, выход из физического рабства. И этот выход происходит благодаря двум вещам. Первое – это Агнец, это сам Песох, то есть вот этот ягненок, он назван Песохом, потому что Господь Пасах, то есть значит перепрыгнул или прошел мимо. Выход происходит благодаря крови вот этого пасхального Агнца, который намазан на косяках дома. Второе – этот выход происходит смерти, благодаря смерти первенца. Знаете, вот мы часто читаем, и может быть, мы никогда не задумывались, даже я об этом никогда не задумывался, я не делал никогда акцент, и вообще вот как-то не приходило в голову, что здесь как-то важно вообще подумать, что была смерть первенца. Но на этом все на самом деле также основывалось. И знаете, что самое интересное, что когда Господь еще только посылает Моше вернуться в Египет, Он ему говорит очень интересные слова. Он его посылает, и он ему говорит, «Иди и скажи фараону, Израиль, сын мой, первенец мой, отпусти его совершить мне служение, а если не отпустишь, то я убью первенца твоего, сына твоего». То есть самый изначальный план Бог уже показывает Моше, он еще не говорит ни про какой Песох, ни про чего, но он ему говорит, «Израиль мой сын, мой первенец, и я убью твоего первенца». То есть вот этот вот опять намек о том, что принадлежит Господу, и что есть первенец, и благодаря вот жертве первенца происходит выход из Египта, выход из физического рабства. Это опять-таки прямой намек на то, что потом произойдет, когда придет Ишуа. То есть уже он пришел и уже сделал. Но для них это все было тогда в будущем. Поэтому вот это вот тоже важно понимать. И знаете, что самое интересное? Вот Господь делает вот эти вот казни разные. Одну, вторую, третью. И в какой-то момент Он разделяет эти казни, и мы видим, что в земле египетской что-то происходит, а в земле Гошин не происходит тех вот этих вот казней, есть такое разделение. И когда эти казни начинают происходить одна за другой, египтяне, они здесь тоже вдруг начинают в какой-то момент задумываться. Даже у них появляется вера. Они говорят, вау, вчера там эта саранча была, там кровь была, еще что-то, мы не верили, но вдруг им начинает казаться, что все это действительно правда. И все, что Моше сейчас говорит, что завтра будет еще что-то, что пойдет град, может быть, стоит прислушаться. И вот этот вот так же хороший пример, который показывает, что здесь есть опция, здесь есть такой вариант спасения или веры язычников. То есть не только речь идет о Израиле, но уже здесь проникает вот эта вот линия о спасении язычников. И написано, что те, которые послушались, египтяне, убрали с поля, там, я не знаю, накрыли урожай, убрали с поля своих рабов, овец, я не знаю, коров, то они смогли все это пережить и не пострадать. Поэтому вот это вот еще такой один намек мы видим. И можно посмотреть с другой стороны. Господь дает повеление взять вот этого агнца, его кровью помазать косяки дома и сидеть внутри дома. И он сказал, не выходите из дома, будьте все там, никто пусть не выходит, иначе погибнете. То есть вот этот вот ягненок, он был как замена первенца, который должен был умереть. И я уверен, на самом деле уверен, что были такие израильтяне, которые сказали, да что это за ерунда? Да ну как такое может быть? Ладно, вот тут там, может быть, стихии природы, как-то что-то. Град пошел, саранча прилетела. Ну что, вдруг так, вдруг все первенцы умрут? Просто раз и все. Или что это такое? Что я должен кровью мазать? Непонятно, что делать, да? Да мы сейчас назад смотрим, кажется, что все так легко. Но если посмотрите вы даже на наше время, как мы зачастую реагируем на определенную новость, которую нам говорят, что нам нужно сделать или не сделать, мы говорим, да что за фигня, ерунда какая-то, что мне в это верить? И я думаю, что были такие раньше там, говорили, что я должен что-то там закалывать кого-то всей семьей, чтобы мои дети на это смотрели, как проливается кровь в этого маленького ягненка, который у меня дома жил уже пять дней. Зачем оно надо? Что за страх такой? И у них не было веры. Я уверен, что были такие. И они просто пренебрегли, и скорее всего, у них кто-то погиб, так же, как и у гиптян. А с другой стороны, были гиптяне, которые поверили, и может быть, как-то даже попытались сделать то же самое, что делали евреи. Даже пришли и подсмотрели, что же они там делают, что же они там мажут. Да, сегодня в нашем мире многие смотрят на евреев, на мессианских евреев и пытаются делать похожие вещи. Да, знакомы с таким проявлением. То есть они, я думаю, тоже некоторые из них попытались сделать. Они видели, что было вчера, попытались сделать то же самое, чтобы хоть как-то спастись и оградить свои семьи. И я не знаю, может быть, даже что-то и помогло. Возможно, мы об этом не читаем, но мы знаем, что вышли также и другие народы, может быть, египтяне, может быть, какие-то другие, вместе с Израилем. И вот это вот второе такое событие, которое мы видим, которое говорит о том, что нужен выход из физического рабства. И этот выход мы получаем благодаря агнцу, который был принесен, то есть вере и дело и благодаря смерти первенца. Это также такой указ нам на будущее, то, что должно было произойти с Мессией. И также мы здесь видим, как я уже сказал, что есть возможность для других народов как-то присоединиться. И это происходит опять по вере и по делу. То есть им нужно было поверить и сделать. Третье событие, которое произошло, это уже было после выхода из Египта. Вот сегодня мы читали, что когда Израиль только вышел, сразу начинается ропот, сразу все плачут, как нам было там хорошо, как мы все привыкли, ели там и арбузы, и селедку, и бананы, и все, что там только было. Ропот. Всегда тяжело, всегда больно идти по этой пустыне. И вот было такое событие, когда очередной ропот происходит, и Господь посылает на них змей. Змеи начинают кусать людей, и люди умирают. То есть происходит смерть. И вот вдруг Бог слышит этот ропот, слышит молитвы Моисея. Моисей к нему приходит и говорит, избавь нас от змеев, избавь нас, помоги, чтобы все эти змеи ушли, прости твой народ. Это написано в исходе, в 21 главе, не в исходе, а в книге числа 21 глава. И Бог говорит, знаешь что, Моисей, возьми, сделай медного змея, вот поставь его там на горе, высоко куда-нибудь, вот чтобы его там было видно, и это будет твое решение. То есть очень странно, почему не взять и не убрать этих змей просто и все. Но он дает ему что-то другое. Он дает такое решение, которое от человека требует усилий и веры. числа 21 глава, с 8 по 9 стих. И сказал Господь Моисею, сделай себе медного змея и выставь его на знаме. И если ужалит змей какого-либо человека, ужален и взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. То есть представьте, стан Израиля, он был очень большой. То есть, может быть, один шалаш стоял здесь, а другой шалаш стоял через полтора-два километра. То есть настолько был этот стан большой, было очень много людей. То есть мужчин только, которые вышли, взрослых мужчин, 600 тысяч человек. То есть это целый город. Мы сегодня по Хайфе там с одного места едем до другого места 15 минут на машине или на автобусе. Да, пробки. Там у них не было пробок. На осле, может быть, быстрее получилось бы. Но стан, он был очень широкий. И вот Моисей выставляет где-то вот этого медного змея. И представьте, что там далеко укушен человек. Он не видит ничего. То есть ему больно, он может за несколько минут умереть. Но он должен сделать усилие, чтобы приблизиться и взглянуть на этого змея. Змей намеренно стоял высоко, чтобы даже когда ты подходишь к нему, ты мог поднять глаза. И смысл был того, что ты поднимаешь глаза не просто на змея, а ты поднимаешь глаза и смотришь в небо. Да, как поется, откуда придет помощь мне. Помощь моя от Господа Бога. То есть, чтобы человек мог возвысить свой взор туда, наверх. И вот написано, он должен был поверить в этого змея, что действительно оно так произойдет. Понятно, что если бы человек не верил, и я думаю, такие были многие, что за ерунда, какая-то железка там должна меня исцелить? Да ну, что за такое? Не может такого быть. Как и сегодня, вполне приемлемо. То есть, мы не верим, и они тогда не верили. Кто-то верил, кто-то нет. И вот нужно было сделать поверить, сделать усилие, прийти и посмотреть с верою на этого змея, и тогда ты получаешь спасение. Ты получаешь жизнь вместо смерти. И вот об этом, кстати, Ешуа потом когда-то говорит в Иоанне 3 главе с 14 стиха. «И как Моисей возмез змею в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческому, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную». То есть вот мы видим, что сам Ешуа в свое время потом дает нам отправку назад, говорит, вот помните вот то событие, которое было? Это как раз вот символ того, что я сегодня делаю с вами. И вот эти вот события, которые происходили, я уверен, что было еще много разных событий, много разных пророчеств. Вот я вот показал три больших, три главных, в которых мы видим такое явное-явное направление, которые показывают нам о спасении жизни, о выходе из рабства. И все это благодаря нашей вере, нашим действиям возлюбленного, единородного сына, благодаря смерти первенца. И вот Ешуа говорит, «Я этот первенец». Мы читаем во многих пророках, пророк Исаия, он говорит, что «Вот отрок мой, которого я держу за правую руку, избранный мой». То есть там речь идет о Мессии. «Тот, которого я избрал, изначально которого я взял к себе, вот он, в нем мое благоволение, через него будет осуществляться моя воля». И как мы сказали, как Павел говорил, что нет другого имени под солнцем, через которое мы можем спастись. Ешуа показывает, что если мы взглянем на него с верою, если мы принимаем его жертву, то, что он умер за нас, то, что он пролил свою кровь, это помогает нам выйти из духовного рабства. Это то, что дает нам жизнь вечную. То, что открывает нам путь в светое святых. Потому что, когда он умер, когда его кровь пролилась, мы читаем, что занавесь в храме, она разорвалась. То, что было преградою, оно стало сегодня доступным благодаря смерти и воскресения Ешуа. И мы благодаря его жертве, первенца, возлюбленного сына, имеем доступ к Отцу. Но многие из нас, кто сейчас меня смотрят и тут сидят верующие, мы приняли Ешуа. Мы живем вместе с ним. Может быть, у нас есть косоглазие духовное. У кого-то нет этого косоглазия духовного. Знаете, я задумывался часто, думаю, вот читая Новый Завет, думаю, как так? Почему, вот ты смотришь на учеников, Ешуа, на апостолов, ну вот обо всех, о ком написывается, почему у них такая сильная вера? Они все идут, все делают, продают там свои имения, все это оставляют, служат другим, проповедуют, проповедуют, ездят, обучают там кого-то. То есть все, Евангелие, 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 несут вот эту вот благую весть. А у нас, смотришь, каждый занят своими делами. То есть думаю, как это так? Что-то это очень странно. Я никак не мог понять. И потом я понял. Все на самом деле очень просто. Когда мы читаем Писание, там написано, например, в Филиппийцам 4 глава, 5 стих, он говорит, Господь близко. Господь близко. Он скоро придет. Иоанн, который пишет свое откровение, с самого первого стиха, когда он начинает, и потом такими же стихами он заканчивает, он говорит, время близко. Господь, вот он, он стоит уже у дверей. И когда ты так думаешь, конечно, ты понимаешь. То есть если через месяц придет Иешуа, то, естественно, ты будешь вести себя определенным образом. Вы задавали хоть раз себе вопрос, что бы вы делали, если бы вы знали, что через две недели придет Иешуа? Как бы изменилась ваша жизнь сегодня? Вот вы живете и живете. Мы зачастую, знаете, мы просто привыкли, и мы расслабляемся. Так же, как Израиль, когда они там уже 200 лет сидят в этом Египте. И какой Бог? Где он? Кто этот Бог вообще? Бог Авраама. Ничего не происходит. Так же и мы сначала раз воодушевились, уверили в Господа, начали что-то делать вот под этим вдохновением Духа Святого, а потом как-то все, все ниже, 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 и вошли в какую-то колею такую. Но как бы ваша жизнь сегодня изменилась, если бы вы знали, что придет через две недели Господь? Что бы мы стали делать? Я вам дам примеры, да? Например, вдруг тебе звонит кто-то, гости какие-то говорят, «Вау, мы сейчас к тебе по дороге уже едем, через 10 минут будем». Ты смотришь, «Йо, у меня такой балаган, сейчас гости придут». Начинаешь быстро все-все-все раз убирать. Знакома вам, да, такая ситуация? Я думаю, каждому знакомому. Иногда в фильмах ты смотришь, там парень молодой сидит дома, там играет в компьютере, и вдруг девушка заходит к нему, его соседка, которая ему очень нравится. Ну там все друг друга знают, мама открывает дверь, он, «Йо, у меня же тут бардак дома, что же делать?» Начинает там, трусы засунул в шкаф, это куда-то убрал. То есть все быстро, чтобы выглядело снаружи хорошо. Потому что есть ожидание, что вот кто-то приходит. Мы тоже так можем. Иногда ты успеваешь исправить какие-то внешние вещи. А что с твоим внутренним состоянием? Сможешь ли ты его исправить за неделю или за две прихода Мессии? Может быть, действительно у нас вот это вот косоглазие есть, что наша-то душа вообще совсем в другом? Потому что мы привыкли, мы где-то расслабились. И вот я хочу просто ободрить вас сегодня, потому что Ишуа, он говорит не раз, и Писание нам говорит об этом. Говорит, бодрствуйте, бодрствуйте, потому что вы не знаете, когда придет Сын Человеческий. И много притч про это рассказывает. Говорит, если бы, говорит, хозяин дома знал, когда придет вор, он бы всегда бодрствовал. Иногда, иногда домой, когда я должен вернуться вечером, я помню, была такая ситуация, прихожу домой, уже как бы поздно, тын-тын, стучусь, никто не открывает. Звоню, никто не открывает. То есть, все спят, каждый в своей комнате, дверь закрыта, полчаса, уже долблюсь, долблюсь, уже на телефоны всем звоню, никто не отвечает, никто не открывает. Потом еле-еле кто-то вдруг проснулся, открыл дверь. И обидно, да? То есть, ты стоишь уже, мерзнешь там на улице, потому что не бодрствует никто. А иногда наоборот. То есть, жена дома ждет тебя, что вот-вот ты придешь, она не спит, она ожидает, чтобы открыть тебе дверь. Или отец, дочки, или наоборот, не важно. То есть, еще говорит нам, бодрствуйте, вы не знаете, в какое время придет Сын Человеческий. И для нас это важно. Важно бодрствовать, важно не расслабляться. И я уверен, что вот, если вы будете задавать себе вопрос, вот этот вот, напоминать себе, что бы я делал, если бы я знал, что Ишуа придет через две недели, я уверен, каждый бы из нас изменил какие-то вещи в своей жизни. Сто процентов изменил бы что-то. И я хочу просто вот закончить, может быть, даже такими словами. Это один из постулатов веры, один из принципов веры Рамбома. Это песня, которую зачастую мы поем. Он говорит, «Я полную верою, безоговорочно верю в приход Мессии. И даже если Он будет задерживаться, я буду ждать Его каждый день. И даже если Он будет задерживаться, я буду ожидать Его каждый день. Я хочу, чтобы мы могли действительно ожидать Его. И вот это вот ожидание, это важно понять, что это не просто я верю. Мы говорили, что есть действие. Есть вера. Я верю, что Он придет. Я должен что-то делать. Я уверен, что Господу понравится, если мы что-то делаем. Делаем для Него, когда мы ожидаем Его. И это для нас в первую очередь, для самих себя. Я буду верить, даже если Он замедлит, я все равно каждый день буду ожидать Его прихода. Поэтому я хочу закончить молитвой. давайте встанем. Там все, кто смотрят нас. Аллилуйя. Господь Бог наш, Ты даровал нам, Ишуа, даровал нам, Мессию, способ спасения, очищения. Благодаря Его крови, Ты простил нас, очистил нас от всякого греха, ибо нам полагалась смерть, но Ты даешь нам жизнь вечную, в Ишуа. Ты показывал это нашим отцам, чтобы потом мы могли увидеть это в Ишуа Мессии и узнать Твоего возлюбленного Сына. Мы видим, как Ты, Боже, исполнил свою часть договора, которую обещал Аврааму. И благодаря крови Ишуа у нас есть сегодня доступ к Тебе. Мы благодарим Тебя за то, что Ты когда-то многих из нас спас и помог нам уверовать в Него, принять Его в жертву и жить другой жизнью. Боже, прости нас, что мы, как люди, где-то расслабляемся, где-то нам тяжело, где-то мы падаем, иногда встаем, а иногда продолжаем лежать. Помоги нам бодрствовать, потому что это Твоя заповедь, которую Ты говоришь, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет Сын Человеческий. А тот, кто бодрствует, Ты пообещал ему много даров, что Ты посадишь его там на своем троне, в своем присутствии. Помоги нам быть бодрствующими. Помоги нам не только верить, не только ожидать, но и делать. Изменяться. Что мы делали, когда мы уверовали в первый раз? Мы стали изменяться, мы стали прилагать усилия. И я уверен, что есть вещи, которые изменились в нас сегодня, а есть еще многое, что нам нужно изменить. Помоги нам идти с верою. Мы благодарим Тебя, Божий. Ващем, Иешуа. Аминь. И вархеха Адунай ваишмиреха. Яэра Адунай Панавелеха ваихунеха. Иса Адунай Панавелеха ваясемлеха шалом. Даруй нам всем, Господь, Твой мир во имя Ишуа. И благослови всех нас, и наши семьи, и наших детей. И даруй восстановление и крепости в силах, Господь. Избавь нас от вирусов и поддержи нас во имя Ишуа. И все скажут Аминь. Будьте благословены и всем хорошей недели. Аминь. Аминь.